Библиотека имени Фазу Алиева и города Каспийска присоединилась к всероссийской акции «Библионочь-2023. Время читать». Приуроченная году педагога и наставника. В нашем городе это мероприятие проходит уже 12-й раз. На мой взгляд, данная акция объединяет. Очень многие находят друзей по интересам. Их дружба продолжается и после акции. Для кого-то, если по бизнесу, кто-то делает для себя какие-то выводы. В рамках мероприятия была организована фотозона. Году педагога и наставника посвящается. Телепроект «Свободный микрофон» телеканала «Среда» и библиотечная система покорил всех присутствующих и дал возможность показать свои таланты. Какое гордое призвание давать другим образование. Частицу сердца отдавать, пустые ссоры забывать. Ведь с нами объясняться трудно, порою очень даже нудно. Одно и то же повторять, тетради ночью проверять. В этот день для гостей «Библия ночи» были организованы зоны выставок и инсталляций. Искусство арабской каллиграфии, видеоколажи, книги, ставшие фильмами, а также мастер-класс от художника-универсала Лоры Убранцевой. Я здесь приглашена в качестве педагога по рисованию показать элементы портрета. Мы будем рисовать глаз, мы будем рисовать, строить лицо, покажу, как делить зоны лица и как получился правдоподобный портрет. Еще познакомлю с нестандартной штриховкой, то есть неакадемическая штриховка, покажу, как это сделать быстро и почему может получиться очень скоростное рисование. Помимо этого, Каспийчан ждала наставничества по финансовой грамотности. Спикерами выступили победитель конкурса «100 лучших предпринимателей Дагестана-2020» Сагиджа Малудинов и кандидат экономических наук Хасбулат Кунеев. Следующим блоком «Библия ночи» был «Молодежь рулит», где перед участниками акции выступила группа киношники. Джамал Каджиев и Салих Базманов исполнили легендарные и всеми любимые композиции Виктора Цоя. В рамках встречи актеры театра «Квинн» исполнили отрывки из литературных произведений. В завершении «Библия ночи» состоялся показ художественного фильма «Аманат».